Здравствуйте! Вы смотрите Акцент с Александром Кравцом, депутатом Государственной Думы, первым секретарем Омского обкома КПРФ. Александр Алексеевич, здравствуйте! 26 июня состоялся пленум Омского обкома КПРФ. Главной его темой или вопросом был вопрос, идти ли на выборы губернатора 9 сентября, выдвигать ли своего кандидата, либо были варианты, Александр Алексеевич. Я была на пленуме, я знаю, что Омское областное отделение поддержало в Рио Александра Буркова. Почему? Ну, можно ответить, в общем-то, старым приемом. Назовите мне хотя бы одну причину для серьезной политической организации, по которой в сложившейся ситуации в стране, в Омской области, это неправильно. Я думаю, не найдете. Почему? Почему поддержали Буркова? Ну, во-первых, надо понимать, что мы серьезная политическая организация, и кто ждал политического шоу, связанного с выпуском материалов, взаимной критикой, нападками и так далее. Ну, пусть простят нас мы, что мы не оправдали их ожидания, потому что мы не шоумены, мы серьезные политики, и наша задача не развлекать, а, в общем-то, добиваться определенных результатов. Я уже говорил на Пленуме, вот с 2015 года это будут выборы, седьмые, если считать уровни, не количество выборов разного уровня, от муниципальных, федеральных. Я имею в виду законодательные органы федерального уровня, то есть Государственная Дума, президентские выборы, прошедшие в мае, а до этого у нас были региональные выборы в ЗАГС-собрание, а до этого были выборы в Горсовет. А сейчас, неожиданно, после бегства с должности Виктора Ивановича Назарова, отказа от работы, ну, человек ушел, потому что, видимо, не получается работать. Это было достаточно неожиданно, потому что, ну, избирался он, прошло прямое голосование, он набрал, я имею в виду Назаров, набрал высокий уровень поддержки, почти 60% избирателей. Ну, и прошло там два года, сколько, да? Ну, да, два года прошел, и, так сказать, человек складывает полномочия, просится в отставку. А зачем ты вообще, так сказать, ходил, если ты же уже попробовал, до этого был избран ЗАГС-собранием, поработал, понимал ситуацию, в которой... То есть это не плановая для нас избирательная кампания, потому что к каждой кампании организация готовится, планирует, подтягивает ресурсы, ищет варианты. Неплановая, раз. Второе, достаточно неожиданная для многих, я думаю, и в определенной степени для нас. Было представление администрации президента, президент подписал указ о назначении временно исполняющим обязанностями представителя партии, которую обычно называют левой. Партия, которая, в общем-то, поднимает в своей программе целую серию социалистических лозунгов. То есть, если брать формальные основания, то это не политический, вроде бы, противник нам. По многим идеологическим установкам, они сторонники социальной справедливости, она партия так и называется. Мы до этого проходили путь, мы бились, мы ведь участвовали во всех практически, когда были прямые выборы, во всех избирательных кампаниях выступали, бились, потому что там были очевидные противники. Мало того, мы наблюдали процесс, как эти люди, ну, прежде всего, Полежаев, которые дольше всего занимались, вообще-то, ликвидацией экономики и социальной сферы Омской области. Здесь пришел человек, который позиционируется как представитель левого течения в политической структуре или на политическом ландшафте России, справедливой России. Это раз. Второй человек, который отработал здесь без малого год и которому вообще претензии, по большому счету, предъявить нельзя, потому что, ну, что-то он не смог, может быть, что-то не успел. Ну, а сам по себе факт, человек ищет, стремится, работает, мы видим, очень активно занимается деятельностью. Ну, и, наверное, один из важных аспектов, почему впервые в политической истории Омской области, в политическом взаимодействии с властью, ее представителями, мы столкнулись с ситуацией, когда глава администрации, исполняющий обязанности, предложил поискать компромиссы и предложил взаимодействовать. До этого никто не делал. До этого никто не делал. Никто не делал. То есть, диалога нормального между властью и оппозицией у нас в области никогда не было. Нас пытались задавить, столкнуть на обочину, как говорится, ликвидировать, подсовывали спойлеров. Да что только не делали, это особая тема. Я мог бы долго рассказывать телезрителям, через какие скатернии, через какую борьбу мы проходили, когда на нас натравливали, спускали и правоохранительные органы, да кого только не спускали. Здесь человек вышел, понимая, что в область в тяжелейшем положении, просто в тяжелейшем положении, понимая, отдавая, объективно надо отдать должное его, так скажем, политической культуре, это культура управленца, он видит, что партийная организация КПРФ в Омской области стабильно имеет очень серьезную поддержку. За нами сотни тысяч людей, которые поддерживают наши установки, наши действия. Как должен делать разумный политик, тем более пришедший на пепелище, оставленное Полежаева и его последователями, у которого нет команды, и ее привезти сразу нельзя по той простой причине, что даже очиститься от чиновников, которые, я не хочу говорить, там, коррумпированные. Ну, вопрос даже местные или пришлые у нас были, и пришлые тоже. Вопрос, это процедура достаточно непростая. А потом набрать команду, которая бы была работоспособна. Ну, и он, на мой взгляд, совершенно правильно стал искать, использовать все варианты. И первый вариант, попытаться консолидировать те силы, которые заинтересованы в возрождении нашей области, прекращении процессов ее деградации. Вы думаете, он искренне этого хочет? Ну, время покажет, покажет. Ну, во всяком случае, уже буквально через месяц после назначения, даже раньше, даже раньше, он в октябре, по-моему, был назначен. Уже в конце октября у нас состоялся первый разговор, и он, в общем-то, озадаченный этими вопросами, заговорил о том, что надо объединяться, что, так сказать, мы готовы рассматривать ваши кандидатуры во власть и так далее. То есть, как только он приехал, он пришел буквально сразу к коммунистам, получается? Ну, там была ситуация другая, у нас было столетие, я объясню ситуацию. Первый контакт, по-моему, у нас был, он состоялся, когда мы готовили к столетию Великой Октябрьской социалистической революции. У нас там возникли некие организационные неурядицы, связанные с предоставлением такой площадки для проведения торжественного главного мероприятия. Вот. И я вынужден был, он не решался вопрос, затягивался, я вынужден был выйти на руководителя области. Вот состоялся разговор, но попутно я поставил конкретный вопрос по концертному залу, а в ответ он задал целую серию вопросов, в том числе этого. Я понял его заинтересованность, поскольку это был первый контакт, и давайте немножко выдержим. Потом в ноябре состоялись контакты, то есть у нас были неоднократные контакты, я увидел искреннее стремление наладить диалог, учесть нашу точку зрения, я имею в виду партийные организации, наши позиции. И я думаю, что здесь руководствуется не только личными качествами человека, я имею в виду Александра Леонидовича, но это абсолютно правильное управленческое решение. Наладить, разобраться с теми силами, которые могут влиять на ситуацию. Он ведь работал не только с нами, он работал и с местными элитами активно, искал, разбирался, вникал в эти вопросы. Ну а с другой стороны, он прекрасно отдает себе отчет о том, что другой политической силы, как политической партии, реально действующей, не на костылях администрации ходящей, кроме КПРФ в Омской области просто нет. Поэтому, видя его стремление к диалогу, налаживанию и поиску возможных приемлемых точек соприкосновения, а самое главное, тех направлений, по которым может быть конструктивное взаимодействие в интересах области. Я это подчеркиваю, потому что ведь при всем при том, у нас есть позиции и в Государственной Думе депутата от КПРФ, который, он прекрасно понимает, он сам представляет партию, которая, в общем-то, заявляет о своей оппозиционности, проводив ему в стране курс. Это раз, то есть искать варианты усиления. И понятно, что представители Единой России на уровне законодателей или на уровне лоббирования интересов области какие-то острые вопросы они просто не поставят. У них идет другая установка, у них вертикаль, управление другое. Поэтому он искал те, кто могут помочь в пробивании тех важных вопросов, которые волнуют омичей, которые должны хотя бы приостановить процессы полураспада. Нашей малой родины. Это, так сказать, один аспект. И вот этот диалог, он продолжался, считайте, даже считать с ноября месяца. Почти год. Да, то есть мы встречались, обменивались мнениями, где-то, так сказать, дискутировали по этому поводу. В конце концов, когда рассматривали ситуацию, мы взвесили все за, за и против. И, судя по всему, он понимает, что получить с нашей стороны просто противника, это не очень разумно. Как говорил Наполеон, лучший способ победить врага – это сделать его другом. Но мы здесь говорим не о дружбе, мы в данном случае руководствуемся интересами и области, и, конечно, партийной организации. Поучаствовать в этих выборах, устроить здесь, как говорится, шоу. Я начал с этого разговор. Политическое шоу – это один момент. Все очень ждали. Один момент. Ну, конечно. Делать больше нечего. Футбол закончится. Что будут писать на сайтах? Ну, у нас, честно говоря, не волнует мнение людей, тем более, которые далеки от понимания глубины этих процессов, что такое вообще политика. Ну, сегодня очень низкий. Я знаком с материалами, которые публикуются. Ну, понятно. И еще будут публиковаться. Еще будут публиковаться. Тем более, что, я так чувствую, пытались развязать, да, может быть, и продолжат определенную психологическую даже войну. Информационная у нас всегда была. Вот, но это их проблемы. В итоге случилось, в общем-то, небывалое в политической, опять подчеркиваю, новейшей истории Омской области. Он напрямую обратился, а может поддержать партийная организация меня на выборах? Мы начали советоваться с товарищами. У нас проходили совещания. Но я уж не говорю о том, что руководящие органы, бюро, да. Тема непростая и не особо традиционная. Были встречи с секретарями и совещания с секретарями местных отделений. Были разговоры. В период у нас шла в это время отчетно-выборная кампания. То есть мы подходим к отчетно-выборной конференции. То есть это был очень серьезный диалог, проработка. Я вам скажу, скрупулезная проработка. И это не случайно в итоге было отмечено в постановлении президиума ЦК по ситуации с выборами в Омской области. Нас заслушивали и мы объяснялись на кадровой комиссии. Есть такой орган. Не просто было, Александр Алексеевич. При президиуме ЦК. Вы знаете, непросто было вести диалог с Бурковым. Непросто было. Непросто было вести диалог с некоторыми нашими товарищами-однопартийцами. Я как раз вот однопартийцами. Которые считали. А что касается руководства партии, то поскольку это общепризнанно, мы являлись сильнейшей партийной организацией в стране, и нам, в общем-то, руководство партии нашей позиции, нашей тактики доверяет. Этим можно гордиться, но к этому надо относиться бережно, потому что это то достояние, которое не позволяет совершать нам ошибок. А что касается товарищей, ну, по уставу. У нас в уставе записано право человека высказывать свое мнение, свою позицию. У нас для этого созданы все институты. Но когда принимается решение, то член партии обязан подчиняться решению вышестоящих органов. Есть принцип демократического централизма, который не нравился очень многим, когда валили нашу партию, и когда от него отказались, в итоге мы потеряли страну. И здесь шел вопрос. Да, мы убеждали людей, мы доказывали, почему в данной ситуации нам необходимо избрать тактику поддержки. Потому что, получив, ну, представим себе ситуацию, мы выходим на выборы, бьемся, как это положено по всем правилам, костми ложимся, мы выборы выигрываем и занимаем кресло. Наш кандидат занимает кресло губернатора. Что дальше? Он получит благоприятствование от администрации президента, от правительства. Пришел красный против их воли. Здесь область обобрали до нитки. Межбюджетные отношения построены так, что, так сказать, нам ничего не оставляют, а если что-то надо получать, то это надо ходить и просить, и ползать там по кремлевским коридорам или по коридорам Белого дома, так называют Дом правительства Российской Федерации. У красного кандидата шансов или губернатора шансов получить эту поддержку нет. Мало того, за спиной оказывается законодательный орган, который переполнен единороссами и которые будут по команде вставлять палки в колеса. В итоге наш кандидат окажется, назовите это, либо заложником, либо в плену у этой власти. Это как на войне. Вы прорвались, прорвали фронт противника, а когда встали, вы оказались в окружении. И на вас, если перед этим фронт стоял, то вас начинают атаковать со всех сторон. С точки зрения даже военной стратегии, а политика гораздо сложнее, хотя война продолжение политики другими средствами, это неправильно, это неразумно вам скажет любой выпускник, даже не высшего училища военного, а просто младший лейтенант, объяснит, что это глупости, это неправильно, это тактическая ошибка, превращающаяся в стратегический просчет. Душит область, точнее губернатора, а на самом деле душит область. В итоге, каков итог политический может быть? Люди, которые нас поддержали, начинают спрашивать, как же так, мы вам отдали голоса, а где мои дополнительные выплаты, где та дополнительная конфетка, которую я могу купить своим детям на возрастающий мой уровень. Ведь надо еще помнить другое, что исполнительная власть это исполнение законов Российской Федерации, законов антинародных, мы это говорили, принятых сегодня и принимаемых правительством, вернее, протазскими правительством через единую Россию, которые направлены против интересов большинства. А мы единственная партия, которая должна эти интересы остаивать. Приходит наш человек, и он будет проводить эту политику. Это соотносится с целями и задачами партии? Нет. И самое главное, вопрос почему. Ответ на вопрос почему. Омская партийная организация, опираясь на практический опыт, уже в конце 90-х годов пришла к выводу, что ходить в исполнительную власть и биться за портфели глав администрации разного уровня не следует, либо следует в порядке исключения. Ну, когда там какие-то особые условия или когда есть кандидат независимый, если угодно, беспартийный, который обращается к нам за поддержкой, мы в этом случае можем решать вопрос. Я скажу вам и другое. Открою маленький случай. Когда в 99-м году я сам участвовал в кампании по выборам губернатора, здесь вопрос был не просто там амбиции, засветиться и так далее. Вопрос в том, что в 99-м году у регионов были другие полномочия. И если бы в 99-м году губернатором Омской области стал человек, который болеет за интересы области, мы бы не потеряли ни нефть, ни завод, мы бы не потеряли оборонную промышленность. Тогда регионы имели возможность чуть ли не напрямую выходить на западные рынки, подтягивать инвесторов. Тогда губернатор был членом Совета Федерации. Тогда Совет Федерации состоял из губернаторов и председателей законодательных собраний. Тогда был шанс остановить процесс угасания нашей области. После того, как выстроилась грабительская вертикаль, ее путинская вертикаль власти, которая якобы сохранила единство России, сегодня губернатор – фигура очень зависимая. И когда мы все это взвесили, мы решили, что в данных условиях Бурков может оказаться полезен на мяча. А его выступление, кто слышал выступление на пленуме, показывает, и я думаю, что это не только предвыборное выступление, не только пиар-хорд, он опытный человек, он очень правильно выставил разговор с нашим партийным активом, что человек вообще видит эти проблемы, понимает состояние области, понимает, куда он попал, во что он, извините меня, вдряпался, и он настойчиво ищет варианты выхода из этого. Выхода не ради только своей карьеры, он понимает, что его карьера напрямую связана с положением области. В этих условиях мы должны были дать шанс человеку это делать. И последнее, никогда, я подчеркиваю, еще не было официально признано, что работать и без коммунистов, нормально решать вопросы, прорываться из этого окружения нищеты, в который попала наша область, невозможно. Поэтому, я думаю, по совокупности факторов, мы поступили политически взвешенно, правильно, а это, с другой стороны, у нас свободные руки. Если мы увидим, что ситуация развивается не так, если увидим, что глава администрации говорил одно, а потом начинает действовать противоположно, у нас остается возможность, во-первых, задать ему вопрос, как же так, вы попросили поддержки, и, понятно, поддержки не на то, чтобы добивать область, а на то, чтобы ее возражать. Будем возрождать, будем поддерживать. Будете проводить дальше политику, которая была раньше у нас, ну, разграбили, кланы разграбили, москвичи, питерцы разграбили область, ну, это другая ситуация. Поэтому время покажет. Но я убежден, что в сложившейся ситуации это был правильный ход, абсолютно правильный ход. И при тех политических раскладах Омская областная организация проявила политическую зрелость, политическую мудрость, сохраняя свои позиции, сохраняя свою боеспособность и не зря расходуя свой боезапас политический. Ну, я присутствовала на пленуме, практически единогласно поддержали. Нет, у нас там... Поддержали это решение. Ну, не единогласно, были мнения, позиции выделены, были и против, были и воздержавшиеся. А Бурков, кстати, и отметил, что в своем выступлении в заключительном слове потом, что у вас... Спасибо, что не все вместе проголосовали, что есть, оказывается, люди, которые думают по-другому, что у нас полная демократия в партии. Нет, но то, что мы самые демократичные институты, что мы в этом плане, это правильно. Люди высказали свою позицию, есть сомнения. Но в целом решение принято, его будем реализовывать. Александр Сеевич, я, честно говоря, до последнего не верила, что он приедет к нам на пленум. Это же... Ну, там понятно, что Единая Россия, да, вот он тоже был там, как называется у них, на собрании, скажем так, в Единой России, я смотрела новости вчера в Справедливой России. И это как бы понятно. Но чтобы приехать к коммунистам, выступать на трибуне, говорить, обещать, отвечать на вопросы, мы снимали все, он... Я думала, он камеры попросит убрать, честно говоря. Нет. Мы все записали, как бы... Есть что предъявить, так сказать. Он очень опытный политик. Ну, возраст, во-первых, хороший. Очень ввязкий в борьбе, поверьте, я это знаю, я могу об этом судить. С другой стороны, пока складывается впечатление, что этот человек, в общем, готов держать слово. Ну, слово из него не так легко получить, но то, о чем, как говорится, договариваемся, трудно договариваемся, выполняется. Поэтому пока, я подчеркиваю, как партнер политический, для нас есть надежда, что может получиться диалог и определенное партнерство. Но, подчеркиваю, не во имя каких-то личных отношений, а прежде всего, исходя из интересов области. И в этом плане, да, и человек достаточно готов на поступки неординарные. Это тоже, говорит, ведь когда говорит, вот неординарная личность и так далее, у него интересная, в общем, биография. Он накопил немало опыта, он знает жизнь, он достаточно подготовленный специалист и очень быстро, судя по всему, осваивает материал, связанный с управлениями этими процессами. В общем, школа-то у него неплохая. Как он свои способности, знания использует? Ну, нам бы хотелось, чтобы так, как он пытался нам объяснить с трибуны пленума, чем вызвал, я так чувствую, ну, внутренне я ощущаю, я знаю своих товарищей, в общем, достаточно определенную симпатию. Александр Алексеевич, а вот вы год назад с ним общались, да? За год у вас мнение каким-то образом поменялось? Ну, я вижу, что он обретает уверенность. Первый контакт это был, ну, человек пришел на новое место и так далее. Уверенность, последовательность. Он умеет терпеть, умеет сдерживаться. Вот, но вместе с тем, мне представляется, что как только он станет абсолютно легитимным, не временно исполняющим, а сейчас к тому, в принципе, все теперь шансы есть, я даже пошутил, то теперь главная задача, я на пленуме это сказал ему, теперь главная задача, чтобы явка была у нас избирателей заметная, а все остальное можно распускать, потому что у остальных кандидатов не случайно наши там СМИ пишут безальтернативный выбор. Вы, дорогие, когда пишете, вы почему до этого не пишете там единственной альтернативной силой, единственной политической силой является КПРФ? Сейчас вы заговорили об этом. Это всем понятно, но вы молчите об этом. Надо честно рассказывать ситуацию. Он честно подошел, он понял, что единственной силой альтернативной являемся мы. И поступил, в общем-то, наверное, и по-мужски, и политически грамотно, выверенно. Но я думаю, что пока он идет в этом плане в плюсе. А наше решение, я думаю, тоже абсолютный плюс. Александр Сеевич, последний вопрос. Я правильно понимаю, пока власть вот там не сменится, пока Единая Россия не выйдет из Государственной Думы в качестве большинства, а лучше вообще выйдет оттуда, не будет ни красных губернаторов. Да, правильно я понимаю? Алла Юрьевна, вы понимаете, в общем, правильно в целом. Вы должны понять, вот я, по-моему, при ответе на первый ваш вопрос или тему, заговорил о стратегии Омского отделения КПРФ. С конца 90-х годов мы исповедуем принцип, что для нас, в условиях, когда в центре, когда в Москве, в Кремле, на Старой площади, в Белом доме, сидят представители олигархов, команда охраны олигархов, которая гербанит страну, наша стратегия заключается в том, что нам необходимо получать большинство, самим ли, вместе с союзниками надежными, большинство представительных органов власти всех уровней. Конечно, в идеале большинство в Государственной Думе, это было, так сказать, решение огромного количества проблем, это вопрос мирного выхода из того кризиса, в который затащили враги России под видом, так сказать, перехода к эффективной рыночной экономике страну. А у нас в регионе, в данном случае, мы держим этот участок политического фронта, нам необходимо, чтобы в поселковых советах, районных советах, городском совете, или городских советах, где у нас они есть, в законодательном собрании мы должны вместе с возможными союзниками, не обязательно членами партии, но люди, которые по-настоящему являются патриотами и малой, и большой Родины, получать большинство, бороться за это. Тогда мы получаем возможность законодательно остановить процесс разрушения, изменить порядок действий и извинить политический курс. А пока в Кремле сидят Путин, в Белом доме Медведев или как будут называться следующие олигархические представители, кандидаты, входим во власть, чтобы фактически зачастую помогать проводить эту политику. Это особенно в регионах, вот допустим у нас Сергей Левченко в Иркутской области бьется, но там ситуация другая, это богатейший край, где есть леса, руды, месторождения, чего там только нет. Это примерно так же, как на Урале, там все есть, богатейший край. И другое дело Омская область, где главное богатство были люди, кадры, квалифицированные кадры, мозги, и где природных ресурсов, Рос-2 обчелся, и остатки их там, черные лесорубы в таре добивают. А кроме песка в РТШ, ну и может быть торфа еще, так сказать, в наших болотах, у нас, к сожалению, других ресурсов, и здесь сманеврировать, помочь, чрезвычайно сложно. Поэтому я еще раз подчеркиваю, стратегия нашей организации, и она подтвердила свою правильность, она очень сложная, это представительные органы власти. Мы не бьемся за портфели, за кресла, мы бьемся за возможность изменять траекторию движения, наша страна, точнее, увести ее с гибельной траектории, развитие буржуазных, рыночных отношений, людоедской политики, мы на каждом шагу это получаем. Да, вот впереди грядут повышения пенсионного возраста. О чем мы говорим? Поэтому решение состоялось, временно исполняющий обязанности получил фактически сегодня карт-бланш, а это не только, как говорится, достижение, что он поладил, как говорят многие, с коммунистами, на него легла огромная ответственность. И мы из, может быть, союзников, но по определенным вопросам, в случае, если увидим другую ситуацию, мы превращаемся в антипод такого действия. Это надо понимать, и я думаю, что и Александр Леонидович прекрасно это понимает, и мои товарищи это все знают, а кто будет говорить другое, ну, либо проплачен, либо глупый. Ну, на пленуме он и сказал, что кто, кроме коммунистов, правду ему скажет. Это другая тоже сторона вопроса. Спасибо, Александр Алексеевич. Вы смотрели Акцент с Александром Кравцом. Увидимся в следующую субботу. Акцент с Александром Кравцом. Продолжение следует...